У туристов и гостей впечатление о городе складывается из посещения центральных улиц и достопримечательностей города. Визитной карточкой Астрахани являются набережная Белокаменный Кремль. Вместе с памятником Петра, прибывающие на пристань пароходы, встречает гостиница Азимут. Это один из отелей международной гостиничной сети Азимут Хотелс. Но некоторые стали забывать, что у этого отеля большая история. И когда-то это был совсем не Азимут. Здесь, в самом центре Астрахани, на улице Кремлевской, в 1971 году была построена современная гостиница «Лотос» площадью 10 тысяч квадратных метров. Она была рассчитана на 354 места, имела 250 номеров. Именно в «Лотосе» останавливались все приезжие знаменитости – актеры, певцы, музыканты. В течение обстоятельств на своей первой в моей жизни конференции по изучению охраны морских мальковитающих. Я был тоже в Астрахани. Это было в 1982 году. Ваша гостиница была еще гостиницей «Лотос». Это была обычная советская гостиница. Вы знаете, всегда проходила мимо гостиницы «Лотос» с большим-большим таким уважением, что это была самая большая гостиница. Самая гостиница, которая находится на очень-очень красивом месте. И видела, как загружался даже «Лотос» гостями. Но именно «Лотос» в том понятии, в котором он был раньше, в 2006 году, это был отель такой все-таки советский. Это были советские коридоры, вот эти вот коврики длинные по всему холлу. Гостиничный бизнес развивался, и в 2000-х необходимы были реформы для конкурентоспособности гостиницы. Так в Астрахани появился «Азимут». Я рада вам представить апартамент «Стандарт». Данный номер состоит из трех комнат. Просторная гостиная, уютная спальня и рабочий кабинет. Облик гостиницы несколько устарел. Ведь гостиница в настоящий момент идет 36-й год. Пора его менять. У нас было большое количество тренингов сразу, конечно. То есть если это в «Лотосе», я, конечно, немного работал в «Лотосе», но, насколько я помню, там никаких особо таких тренингов не было. Просто меня поставили вот в стойку, вот рабочее место, вот объяснили, что нужно делать. Но такого не было подхода именно к сотрудникам. Тогда, когда пришел «Азимут», да, сразу стали проводиться тренинги, стали приезжать сотрудники из других уже городов. За 10 лет работы отель «Азимут» принял более 820 тысяч гостей. Было обслужено около 687 тысяч комнат. Подано около 2,5 миллионов завтраков, обедов и ужинов и свыше полутора миллионов чашек чая и кофе. Организовано и проведено более 30 тысяч деловых и торжественных мероприятий, банкетов и конференций. Высокий уровень сервиса обеспечивала команда специалистов. За годы работы отеля менеджерский состав практически не менялся. Это показатель слаженной работы, сплоченности коллектива и профессионализма всей команды. Это уже совсем по-другому. Это уже более высокий стандарт и подход каждому гостю. Более теплый, наверное, радушный подход, нежели вот в то время, да. Ну, скажите, вот те в советские войны, но не так, как там и было. Даже вот фильмы старые смотришь, да, там они заселяются в гостинице. Берут паспорт, ничего не спрашивают. Сейчас нет, стараются девочки на ресепшене все доходчиво объяснить гостю, показать все услуги про интернет, про парковку. Весь коллектив, он работал на все 100% при том номерном фонде, при той зоне, которая была, заметьте, 45 лет без капитального ремонта. То есть мы понимаем, что были минусы. То есть мы понимаем, что не было того продукта, к которому сейчас привык капризный гость, который привык платить деньги за хороший продукт. Тем не менее, мой коллектив всегда имел большое желание сделать из этого отеля отель номер один. Поэтому неудивительно, что Астраханский Азимут как можно скорее присоединился к новой концепции дизайна Smart, разработанной Азимут Хотелс совместно с Берлинским архитектурным бюро в 2012 году. Концепция получила название благодаря стильному, лаконичному дизайну и умному использованию небольшого пространства с учетом потребности современных российских и зарубежных путешественников. В 2015 году принято решение о внедрении концепции Smart в отеле-сети в Астрахани. В системе Smart команда Азимут Хотелс воплотила свой многолетний опыт работы в индустрии гостеприимства. По оценке топ-менеджмента Азимут Хотелс, новая концепция будет популярна на рынке гостиничных услуг ближайшие 10-15 лет. Эксперты Азимут Хотелс убедились в этом, проанализировав гостиницы среднего ценового сегмента в других странах и адаптировав зарубежные стандарты под российский рынок. Появление системы Smart позволило отелю Азимут в Астрахани обновить номерной фонд, совершить перепланировку трех этажей, совершенствовать зону лобби, расширить рестораны и конференц-залы. Важно отметить, что отель не закрывался на время реконструкции и работал в полную силу. Просто, заходя на этаж, мы видели сплошной коридор и начинали там уже нарезку номеров. А как лучше сделать, какой побольше номер, какой поменьше, с видом на Волгу, с видом на город. Мы помним, насколько было огромное желание обновить, сделать вот такую реинновацию всего комплекса. Летом мы приходили, смотрели, видели уже номера. И знаете, для современного туриста не обязательно нужны большие площади. Должно быть компактно, уютно, современно, стильно. Я думаю, что отель этого достиг. Азимут-отель «Астрахань» совершил прорыв в гостиничном бизнесе. В июле 2016 года завершились основные ремонтные работы по реновации отеля, и команда Азимута вышла на новый уровень. Одна из основных задач – продвижение туризма в регионе и привлечение новых деловых партнеров и гостей благодаря имиджевому лицу отеля сети Азимут-хотелс. У отеля очень удобное расположение. До Кремля можно дойти минут за пять. И очень здорово, что есть возможность после оживленной конференции выйти на улицу и подышать свежим воздухом, прогуляться по набережной вдоль реки и насладиться видом. Это здорово. И надо сказать, что и до аэропорта было удобно добираться. Сочетание – это здорово, и это не было много времени, чтобы приехать из аэропорта. Почему именно Азимут? Ну, во-первых, просторная площадка. Во-вторых, интересные возможности предложения. И для наших гостей, для наших судей. Сам Азимут очень активный, и они хотят развиваться в кулинарной сфере. Доверие есть к бренду, доверие есть к людям, что очень важно. К директору, к ключевому управляющему персоналу есть доверие. Никогда не было такого, чтобы мы не могли найти какой-то общий язык. Поэтому, ну, наверное, вот такие отношения профессионально называются дружбой какой-то. Азимут – это просто наш верный друг, и мы сотрудничаем, и будем сотрудничать всегда, наверное. Редактор субтитров А.Семкин И для гостей мы всегда будем стараться делать мир гостеприимный, а жизнь ярче. Так что, чтобы гость всегда чувствовал себя, как дома возьмут отель Астрахани. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова